Вот и закончился 2016 год, причем уже довольно давно, и начался новый 2017. Новогодние салаты закончились, я надеюсь, а весь алкоголь выпит, причем давно, и старый новый год отправлен отдыхать. А значит в полном здравии пора и озвучить планы, цели, задачи на новый 2017 год. Поехали! Привет, ковбой, с вами Войс Ребус и просто канал об играх. И начнем с того, что я объявляю этот год годом Ведьмака на своем канале, со всеми вытекающими. И это несмотря на то, что я воистину планировал закончить выпускать ролики по Ведьмаку до конца прошлого года. Причем не из-за моего желания и насыщения от игры, а просто потому, что закончились бы идеи. Я даже прописал сценарий из пяти финальных роликов по Ведьмаку. Кто был внимателен в подкасте про планы на Ведьмака, видели названия некоторых из них в черном цвете. Но наступил 2017, а я и третий из того списка сделать не успел, не говоря уже о том, что у нас постоянно появляется что-то новое. У нас только на вскидку по билдам еще нужно разобрать идеальные билды, пересобрать сильнейшие, сделать около пяти необычных, потом доделать по четыре каноничных и сильнейших по ведьмачьим школам. И это только те билды, которые я вспомнил. А еще у нас обзоры мечей и брони, вторая часть самых эмоциональных моментов, то на сравнении с участием представителей вселенной Ведьмака, огромное количество модов и интересных лорных моментов, не говоря уже о нескольких нереализованных циклах видео и целой куче разрозненных тематических роликов. А еще я молчу о квестах, благо ими есть кому заниматься. На текущий момент около двух-трех каналов на ютубе посвящено Ведьмаку в той или иной степени. Один из них специализируется как раз на квестах, и то меня постоянно просит разобрать тот или иной квест или сделать какую-то тематическую подборку по ним. В любом случае, за этот год я точно постараюсь реализовать все задуманные ролики и завершить Ведьмака. Это не значит, что роликов по нему потом вообще не будет. Просто они будут выходить не так часто, и больше времени я начну уделять другим мирам. А там, глядишь, и Киберпанк анонсируют. Ну а сейчас, чтобы выполнение намеченных целей было не таким простым занятием, да и чтобы канал был более полноценным, как пристаниче всех любителей Ведьмака, я решил пройти все его части. Проходить я буду вместе с вами на Твиче. Ролики буду загружать на этот канал, если будет никаких проблем, конечно же. А если вдруг будут, то просто залью их на второй канал, и от него уже размещу плейлист с прохождением у себя на главный. Мы пройдем сначала первую и вторую части, которую, как вы знаете, я не прошел полностью. А потом, может быть, пройдем и третьего Ведьмака. С какой-нибудь глобальной модификацией, чтобы было посложнее и что-то новенькое. Как вы уже поняли, вторым аспектом, на который я хочу акцентировать внимание, это Твич и прохождение Ведьмака. Потому что классическое прохождение на Ютубе я просто по времени не потяну с монтажом и рендерингом. Стримить буду как получится. Скорее всего, это по пятницам или субботам, возможно, по будням. Примерно с 17.00 по Москве. Не забывайте, у меня с Москвой разница 7 часов. Когда там еще 5, у меня уже полночь. А если стримить с часов 7 по Москве, то мне хватит на 2-3 часа максимум. Потом я буду уже зомби и отключаться, засыпая на ходу. Основная цель Твича это прохождение Ведьмаков. А, там посмотрим. Может быть, иногда будут и другие игры для отдыха, может быть, новинки или что-то кооперативное с вами. Посмотрим. А ссылка на канал на Твиче в описании. Подписывайтесь. На этой или следующей неделе уже начнем. Перед каждым стримом будет уведомление в группе ВК. Ссылка в описании. И, возможно, видеоанонс на канале. Но у этой активности есть свой небольшой минус. Такой маленький минус. Обычно вечер, пятницы, субботы я трачу на подготовку ролика. Так как это свободное время. Именно поэтому я не сильно спешил раньше идти на Твич. Но, думаю, иногда можно отвлекаться. Да и поиграть вместе с вами тоже полезно. Но Ведьмак это не все. Чему я хочу посвящать видео на канале. На главной странице не так давно появился плейлист с... Шоу. Ну, так называемыми шоу. Это несколько плейлистов, объединенных одной идеей. Это могут быть топы. Рекомендации во что-то поиграть или кого-то посмотреть. Что-то сделать или о чем-то подумать. Это могут быть передовые, переозвученные трейлеры по типу Беляшика. Или сюжетные короткометражки на основе какой-либо игры. Сюда же входят и подкасты. Такие ролики будут выходить не чаще, чем через каждые 2-3 ролика по Ведьмаку. И несут цель немного разнообразить контент в целом. Плюс немного отдохнуть от Ведьмака. Возможно, одно из этих шоу в итоге может превратиться в основной контент. Которому я буду уделять времени не меньше, чем Ведьмаку. И который будет выходить с ним наравне. Но и это еще не все. Ведьмак отличнейшая игра. Просто шикарная. Но по ней не будет больше дополнений. Моды в весьма зачаточном состоянии. О новой части говорить и даже думать до выхода Киберпанка не стоит. И даже тогда не факт, что она выйдет. У Ведьмака нет онлайн составляющей. А о Гвинте у меня пока смешанное чувство. Он и хороший, и не во всем. Но пока что в бете говорить об этом тоже не стоит. А значит, рано или поздно вселенная исчерпает себя. В плане постоянных идей для роликов. И чтобы не исчерпать самому себя, я планирую понемногу начать вписываться в другую вселенную. Идеально, конечно же, подошел бы Киберпанк. Но о дате его выхода пока ничего не известно. В альтернативах я рассматриваю, например, мертвую серию Готики. С надеждой на восстановление и альтернативными путями в виде Ризена. Тем более, что от пираний скоро выходит какая-то новая игрулька. Возможно, это будет мир Фоллаута. Не менее легендарная серия игр. И продолжение у него явно будет, несмотря на общее восприятие четвертой части. И очень великие шансы, что оно будет не хуже, чем Нью-Вегас. А может быть вообще перейти к космической серии Масс Эффекта? Учитывая скоро выход Андромеды. Жаль, что ни в одну из предыдущих частей я так толком и не играл. Или, например, вовсе посвятить себя какой-нибудь онлайн ММО РПГ. И полноценно реализовать билдостроение уже в них. А учитывая, что нынче в ММО РПГ бывает и сюжет, и лор, и развитие мира. То это очень даже неплохая идея. В конце концов, есть серия древних свитков. С онлайн игрой и уже пятью вышедшими сингловыми частями. И я точно знаю, что скоро будет шестая. Тем более, что их вселенная огромна. И она мне близка. Как и общий сеттинг мира. Скорее всего, я сделаю по одному ролику на каждую из интересных мне вселенных. Поверхностно разобрав каждую из них. Расскажу о том, чем там можно заниматься. О чем будут ролики. И какая вселенная в итоге мне и вам больше всего понравится. В зависимости от лайков, дизлайков, комментариев и так далее. С вашей стороны. И моего интереса с моей стороны. То и начнем разбирать параллельно ведьмачьей. Тут все просто. Подведем итоги. Всего четыре цели. Во-первых, активно посвятить этот год ведьмаку. И до конца года реализовать все основные идеи по роликам. Закончив финальной пятеркой. Параллельно пройти тем или иным способом всех трех ведьмаков. Предположительно на твиче. Тем самым дополнив вселенную и нормальным целостным прохождением. В плане разнообразия провести сравнение некоторых других больших игровых вселенных. И начать постепенное погружение в одну из них. Не забывая при этом некоторые ролики на злобу дня. Или разнообразия ралли. Вот например, я буквально три часа назад досмотрел прохождение Last Guardian. Сам не играл, так как нет консоли. И добрался до нее только сейчас. Но концовка меня поразила в самое сердце. Три часа хожу немного чумной и ищу с кем бы поделиться впечатлениями. Тематика вроде игровая и подходит к каналу. Можно было бы сделать видео. Рассказать об игре в целом. О ее лоре. Какие-то идеи. И выплюснуть в этом ролике все свои эмоции. Но вот подкаст у меня сейчас в планах. А потом ролики по Ведьмаку пойду делать. Идеальные билды сами собой не сделаются. Вот. Так что с целями разобрались. Видео буду стараться делать по одному-два в неделю точно. Если они будут не сложными, то и по три. Я не делаю ролики про запас. То есть как только сделал, сразу выпускаю. А делаю я их как только появляется свободное время. Сами ролики, как я уже говорил ранее, будут выходить примерно так. Два ролика по Ведьмаку в том или ином виде. Потом один ролик альтернативный. Думаю это хороший вариант, который позволит не только успеть выполнить план по Ведьмаку, но при этом поддержать разнообразие в контенте. Что касается прохождений, то это как получится. Планово это твич. По пятницам или субботам с Ведьмаком. И уже в зависимости от того, насколько мне это будет по душе и вам при этом нравится, можно будет увеличить или уменьшить это дело. Дополнить прохождение какими-то другими играми или, например, другими днями. В остальном, все по-старому. И самое главное. Огромное спасибо всем зрителям за 30 тысяч подписчиков. Это умопомрачительно круто. Благодарю каждого текущего подписчика и каждого нового. И даже тех, кто только-только подписался вот на этом ролике. Ну вдруг таки есть. Или подпишется на любом из следующих. А на этом все. Если у вас есть свои пожелания к целям и задачам на 2017 год, не стесняйтесь выражать их в комментариях. Возможно у вас есть идеи к роликам или предложения о новой вселенной. С удовольствием прочту их. А мы увидимся в следующем ролике. Который, кстати, будет не об идеальном билде. Я немного передумал, чтобы разнообразить и не сделать сразу кучу билдов вместе. Мы поговорим о двух самых необычных персонажах в мире Ведьмака. Увидимся в нем. И на этом пока. Всем пока-пока.